Всего с июня 2015 года по данным сайта сделано у нас и иных ресурсов в России реализованы более 1852 проектов импортозамещения. За апрель реализовано 13 проектов импортозамещения. Не удивлю никого, если скажу, что непростая ситуация складывается у нас в станкостроении и электронной отрасли. И каждое сообщение по таким тематикам, как крупицы золота, поэтому сегодняшний обзор начнем с подобных новостей. Станкостроение. АО «Концерн Калашников» освоило производство критичных деталей для отечественного станкостроения. В рамках курса на импортозамещение Калашников отгрузил первую опытную партию шпинделей для торгово-производственного холдинга «Русклимат». Данное изделие используется в специальных станках заказчика. Ранее деталь закупалась в Италии. Первая партия изделий, разработанных группой инженеров конструкторско-технологического управления дивизиона «Станкостроение» концерна, успешно прошла приемку. До конца года будет изготовлено еще 18 штук. Отметим, что на изготовление одного образца уходит около 120 дней ввиду сложности технологического процесса и повышенных требований по точности изделия. Судя по сроку изготовления, шпиндели не просты, а для позиционных станков. Дальше, электроника. Компания «Рубрукс РНД», разработчик систем и компонентов для гибридного и электрического транспорта, полностью локализовала производство тягового инвертора в России. Это самый наукоемкий узел в конструкции, который приводит электромобиль в движение, регулирует крутящий момент и скорость транспортного средства. Тяговый инвектор «Рубрукс НТПИ-650» стал первым в линейке, построенным на базе российского микроконтроллера АО «НИИ-ЭТ». Производство полностью локализовано в России, от компонентной базы и ПО до изготовления конструктивных элементов и испытаний. Также компанией ООО «Проект системы» в рамках работы по импортозамещению были разработаны дисплеи PSD.7 и PSD.7.K, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации. Дисплеи, устанавливаемые на спецтехнику, экскаваторы, бульдозеры и прочее, должны соответствовать жестким требованиям по рабочим температурам, плевлагозащите и вибростойкости, ведь условия, в которых происходит их эксплуатация, далеки от идеальных. Зимой температура окружающего воздуха может опускаться до минус 40 градусов и ниже. Летом в кабине под воздействием прямых солнечных лучей оборудование может нагреваться до плюс 60 градусов. Проектная компания Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия ООО «Солид Коннект» поставила первую коммерческую партию серебросодержащей пасты для низкотемпературного спекания ПАО «Электровыпрямитель» – крупнейшей российской электротехнической компании, производителю силовых полупроводниковых приборов и оборудования. Паста разработана специалистами Саранской инновационной компании и в дальнейшем успешно испытана на участке изготовления полупроводниковых элементов – ПАО «Электровыпрямитель», что позволило перейти к коммерческим продажам. До настоящего времени российские компании-производители силовых полупроводниковых приборов в качестве термо- и электроинтерфейса использовали пасту зарубежных производителей, в частности, компаний «Хенкель» и «Хераус» Германия. Однако они приостановили свою деятельность в России. Предприятие «Александра Плюс» начало изготавливать уникальные для России амальгамные лампы низкого давления. Такие лампы используют для обеззараживания воды, стоков воздуха и поверхностей. На одной производственной площадке в Вологде работают два предприятия – «Александра Плюс» и «Новотек Эко». Первое занимается разработкой технологий и производством оборудования на основе силового ультразвука, а второе – производством оборудования для очистки и безреагентного обеззараживания воды ультрафиолетом и ультразвуком. Продукция предприятия поставляется не только по всей стране, но и за ее пределы. В общем, санкции вы где? Вот еще. И ЦЦТМ УРФУ сдал первый проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих. Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроительного Уральского федерального университета первым завершил разработку конструкционной документации в рамках программы реверс-инжиниринга критически важных комплектующих, оператором которой выступает ОНО – Агентство по технологическому развитию. Проект «Крыльчатка-вентилятор-пункер» – один из 108 проектов грантовой поддержки Минпромторга России на общую сумму почти в 4 миллиарда рублей и первый по которой сдана конструкторская документация. Завод «Румо» продемонстрировал в работе новое оборудование, а именно работающий прототип дизельного двигателя внутреннего сгорания «Румо-535», предназначенный для использования на судах класса «Река-река» в качестве главного двигателя – основного или резервного электроагрегата. В настоящее время прототип этого двигателя проходит цикл заводских испытаний. В Ольховатском районе Воронежской области открылось производство индустриальных лакокрасочных материалов – фарбен. Новая производственная площадка будет выпускать 15 тысяч тонн продукции в год. Открытие новой площадки стало важным шагом в импортозамещении в масштабах всей страны. Продукция завода, отличающаяся особой прочностью и долговечностью, предназначена для промышленного использования. Как отметил генеральный директор завода Олег Ощиулов, мы решили развивать производство индустриальных красок, которые используются в машиностроении, вагоностроении, оборонной и химической промышленности, то есть там, где требуется надежная защита металла. До недавнего времени 70% этого рынка принадлежало западным производством. Научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова наладило выпуск новых антенно-мачтовых устройств за счет займа Фонда развития промышленности ФРП. Инвестиции в переоснащение производства превысили 240 миллионов рублей, из которых 178 миллионов рублей составил льготный заем от ФРП. Предприятие наладило в Омске серийный выпуск новых телескопических антенных мачт и комплектующих к ним. Они изготавливаются преимущественно из отечественных компонентов и материалов. Уровень локализации составляет 85%. На сегодняшний день, по оценкам специалистов предприятия, около 50% российского рынка антенных мачт занято зарубежной продукцией. Увеличение объема производства НПО «Радиозавода» имени Попова нацелено на снижение зависимости от поставок из-за рубежа. Компания «Транспневматика» приступила в Нижегородской области к серийному выпуску систем дискового тормоза для импортозамещенного аналога «Ласточки», электропоездов с рабочим названием «Восток», а также для электропоездов «Иволга-3.0», которые выйдут на новые линии московских центральных диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Фонд развития промышленности ФРП предоставил предприятию средства на создание нового производства. Общие инвестиции в приобретение высокотехнологичного оборудования для выпуска систем дискового тормоза превысили 572 миллиона рублей, из которых 199 миллионов рублей предоставил в виде льготного заема федеральный ФРП и 30 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности и венчурных инвестиций. В поселке Октябрьский Тульской области состоялось официальное открытие фабрики упаковки «Милк». Новое предприятие производит упаковку для фармацевтических средств на основе алюминиевой фольги в соответствии с мировыми стандартами качества и активно участвует в программе по импортозамещению. Московская компания-фабрика вентиляции «Галвен» наладила производство систем вентиляции диаметром 80 миллиметров. Ранее такая продукция поставлялась из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Новая технология была разработана и испытана в начале этого года. Как заявил генеральный директор компании Кирилл Прахов, завод поставил перед собой амбициозную цель – полностью заменить импортную вентиляционную продукцию диаметром 80 миллиметров с помощью собственного производства. Сульское предприятие «Щокино Азот» завершило строительство производства многослойного нетканного материала с использованием технологии «Милтблаут» на промышленной площадке первомайского филиала АО «Щокино Азот». Оборудование новой третьей линии после пробных пусков переведено в круглосуточный режим работы в последние дни марта. По оценке «Щокино Азота», новая линия позволит увеличить долю присутствия компании на российском рынке в данном сегменте с 7% до 14%. Итого за месяц 13 новых проектов импортозамещения.